Здравствуйте! Вы смотрите видеоновости газеты Нюрнберга «Цайтунг». Чем человек беднее, тем короче его продолжительность жизни. К этому выводу пришел отдел здравоохранения города Нюрнберга после анализа статистических данных жителей города. «Образование, профессия, социальный статус решают, болеют ли люди и умирают ли они раньше», сказал начальник отдела Фред Байер. «Если учесть доход граждан, то женщины с наименьшим доходом живут на 4 года меньше, чем женщины с наивысшим доходом. У мужчин разница составляет 10 лет». Смертность в общем уменьшается, но социальная структура в Нюрнберге такова, что смертность в городе превышает в среднем показатель смертности в Баварии. Объясняется это тем, что люди с низким социальным статусом работают в более вредной среде, их труд связан с большим стрессом и напряжением, а также их образ жизни зачастую не является здоровым. Наступило настоящее лето, а значит пришло время и для мороженого. В Нюрнберге мороженое можно есть без опаски. Сальмонеллы и прочие неаппетитные вещи, вызывающие заболевания, любителям мороженого не грозят. Ведь, как показывают регулярные контроли кафе, гигиена в них соблюдается. Хуже выглядит ситуация с остальными точками общепита. В прошлом году контролерам пришлось временно закрыть несколько ресторанов из-за несоблюдения правил гигиены. В каких ресторанах и кафе гигиена хромает, официально не разглашается. Но у потребителей все же есть возможность узнать, в каком состоянии его любимый ресторан или кафе. В таком случае нужно написать письмо в так называемый Ordnungsamt, и учреждение обязано ответить в течение месяца. В Нюрнбергской тюрьме на прошлой неделе умер один из заключенных от передозировки наркотиков. Вероятнее всего, его подруге удалось при визите, несмотря на тщательный контроль, пронести героин в тюрьму и спрятать его в туалете, которым пользуются как посетители, так и заключенные. Сами визиты этого 21-летнего заключенного не допускали телесного контакта. Его и его посетители всегда разделяла стеклянная стена. К сожалению, несмотря на все принятые меры, наркотики все же попадают иногда в тюрьму. Предыдущий случай со спиртельным исходом произошел, однако, 15 лет назад. Кто и в следующем году в Нюрнберге регионе хочет пользоваться общественным транспортом, должен будет платить больше, чем на сегодняшний день. С 1 января цены на билеты поднимутся в среднем на 3%. Мы знаем, что повышение цен популярностью не пользуется, но нам нужно уравновесить расходы на содержание и эксплуатацию транспортных средств, объяснил управляющий сети общественного транспорта Юрген Хаслер. А в конце передачи, как всегда, мое предложение, чем бы вы могли заняться в наступающие выходные. В воскресенье 25 июля состоится бесплатный концерт в Нюрнбергском парке Льюитпольтхайн. Концерт классической музыки, опера и танцы состоится под открытым небом. Играют музыканты Нюрнбергской филармонии. В конце слушателей ожидает фейерверк. Ну вот и все. Наши новости подошли к концу. На сегодня я прощаюсь с вами. Более подробную информацию о Нюрнберге-регионе вы найдете, как всегда, на страницах нашей газеты или в портале по адресу www.nz-online.de И будьте со мной в следующую среду, когда выйдет новый выпуск новостей. Я буду рада. Счастливо! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!